Меня хорошо слышно? Да. Супер. Окей, как уже сказали, я работаю в Яндексе, занимаюсь разработкой поискового приложения и также состою в Google Делопресс Группе в Санкт-Петербурге. И сегодня хотел бы поговорить про анимации в Андроиде. Сразу небольшое предупреждение, то что я не скину... А вот это можно убрать? Опа. Сейчас совсем убрать. А вот... А, все, окей. Я не скину слайды презентации пока что, потому что она мне еще нужна, но в конце будет ссылка на все ссылки, которые могут понадобиться. И сначала вообще почему родился этот доклад? Основная причина заключается в том, что почему-то очень мало кто рассказывает про анимации в Андроиде. Серьезно, если взять, загуглить там Android Animations, перейти в видео, то там не будет почти ничего. Есть доклад с Drayton в Нью-Йорке в 2015 году, но он больше UX-овый. Есть какой-то доклад от Лизы в Рей, но, в принципе, на этом все кончается. И я решил устранить эту несправедливость. Это реально сложно. Это банально показывает практика, потому что всегда, когда разработчики начинают делать какие-то анимации, ну, в моей практике, у них обычно уходит в три раза больше времени, чем изначально планировалось. И, конечно, это необходимо, если вы хотите сделать хорошее приложение, которым будет приятно пользоваться и которое будет следовать гайдлайнам материал-дизайну. Поэтому, собственно, и появился доклад, в котором я хотел бы рассказать, как все это можно делать. Но в начале небольшое гуманитарное наступление, зачем все это вообще нужно, и для чего нам нужны анимации. Анимации нужны изначально не для красоты, как может показаться многим, а для двух целей. Во-первых, для того, чтобы показывать пользователю, как приложение реагирует на его действия. И, во-вторых, для навигации. Соответственно, первая причина — это когда мы… первая цель, когда мы пользователь выполняет какое-то действие с приложением, чтобы приложение отзывалось на его действия. Например, когда мы нажимаем кнопки, чтобы они там как-то подсвечивались, перемещались или еще что-то делали. Потому что пользователь должен понимать реакцию приложения на свои действия. И вторая причина навигации является более важной, потому что, понятно, когда мы выполняем какое-то действие на экране, чаще всего происходит изменение UI-элементов, и нужно показывать пользователю, как происходит это изменение. Ну и, собственно, небольшие примеры, которые взяты из гайдов материал-дизайна, которые очень хорошо иллюстрируют основные принципы анимации. Как раз-таки это самый важный пример, в котором отражены обе ключевые цели анимации. Соответственно, в примере слева мы вообще никак не видим, за счет чего возник такой переход, то есть что сделал пользователь и как открылся новый экран. Здесь есть ключевые две проблемы. Во-первых, по нажатию на список нет никакой реакции, которая, например, есть на правом слайде, на правой анимации, и, соответственно, пользователь не видит, что его нажатие к чему-то может привести. И, во-вторых, нет никакого перехода между двумя этими экранами, опять-таки слева, когда экран просто открывается и показывается новый контент. пользователь не видит, как связаны эти два экрана. Соответственно, на правом эти проблемы исправлены. Когда мы, во-первых, нажимаем на список, мы видим стандартный ripple эффект, а, во-вторых, переход между экранами выполняется с небольшой анимацией, мы видим, как выполнен переход, то есть видим связь этих двух экранов через картинку и имя человека. Это самые важные принципы. Во-вторых, как уже было сказано, анимация не служит для красоты. То есть вы можете сделать очень-очень красивую анимацию с кучей элементов, как, например, слева, но она будет выполняться долго и просто мешать пользователю работать с приложением. То есть если он там будет ждать каждый раз открытия экрана по секунде, ему это, в конце концов, надоест. Анимация должна быть для показа, как выполняется переход между экранами, но в то же время она не должна мешать удобной работе с приложением. То есть если у вас время 300 миллисекунд, например, на анимацию, то пользователю этого достаточно, чтобы увидеть переход, и в то же время он не успеет заскучать, и ему не нужно будет долго ждать. И последнее сравнение — это, опять-таки, переход между экранами, но здесь ключевым является то, что вы не должны делать слишком сложные анимации, когда анимируется все вообще, что можно. Если вам нужно показать переход между экранами, выберите ключевой элемент, который есть на обоих экранах, и сделайте как бы связь с помощью этого элемента между двумя экранами, как сделано справа. Потому что слева у вас анимируется вообще все подряд, и это просто сложно для пользователя. И все это приводит нас к ключевым принципам анимации и материал-дизайна. Во-первых, самое главное — это осмысленность анимации, то есть они выполняются не просто так случайно, они должны показывать какую-то цель, быть намеренными и выполняться на какое-то действие пользователя. Кроме того, они должны соответствовать физическим принципам этого мира, то есть учитывать другие объекты, учитывать направление своего движения. Соответственно, банальный пример, когда анимация выполняется, перемещение снизу вверх, у вас скорость должна быть вначале выше и со временем падать, потому что, соответственно, когда у вас объект движется от земли кверху, его скорость хорошо так падает. И последнее, как уже было сказано тоже, анимации должны выполняться быстро и не мешать пользователю работать в приложении. Ну и, собственно, на этом гуманитарная часть заканчивается, и мы переходим к средствам реализации. Еще одна причина, про которую я не сказал, по которой родился этот доклад, это огромный зоопарк средств в Android, которые служат для создания самых разных анимаций. И знать все это, и уметь им пользоваться, не так просто, и требует определенного опыта. Ну и, собственно, сейчас мы рассмотрим основное, почти все из этого списка. Разумеется, все в Android, начиная с первой версии, началось с такого класса, как Animation, и с стандартных XML файлов. Эта анимация позволяет изменять некоторые простые свойства вьюшек, и удобно описывается обычно в XML. В принципе, все здесь понятно даже для простого человека, не программиста. Допустим, для этой анимации мы показываем то, что у нас изменяется скейл, то есть размер вьюшки по обоим направлениям от одного до двух. То есть мы увеличиваем размер, по сути, в четыре раза. И указывается длительность анимации и другие свойства. Эта анимация позволяет менять свойства только вьюшек, и четыре основных свойства — прозрачность, поворот, размер и перемещение. Ну и также их можно объединять, чтобы, соответственно, выполнять несколько анимаций над одной вьюшкой. Но, к сожалению, эта штука имеет очень хорошие проблемы. Во-первых, она багованная. Часто бывают проблемы, когда в XML описывается, например, несколько анимаций одного типа, и тогда часто не срабатывает какой-нибудь задержка между этим элементом, и они начинают выполняться сразу. Есть другие проблемы. И, например, вы не можете просто поставить, ну, спрятать вьюшку с помощью Visibility Gun, когда у вас выполняется анимация. Вы должны сначала очистить эту анимацию, после этого только менять свойства. Ну и другие проблемы. Во-вторых, она меняет только... То есть эта анимация меняет только отрисовку этого объекта, но не изменяет реальных свойств. То есть если у вас там будет какой-нибудь релеял, то все откатится. И, конечно, она поддерживает только анимацию вьюшек. Нельзя сказать, что это большой недостаток, потому что мы обычно анимируем только вьюшки, но иногда бывают ситуации, когда с помощью анимейшн ничего не сделать. Вернее, не получается сделать некоторые вещи. Ну и такой небольшой вертикт, то, что не надо использовать эту штуку. А не надо использовать, потому что в Android 3.0 появилась очень классная вещь, как аниматор. Аниматор — это одновременно и более простая, и более мощная вещь. Он не завязан на конкретные свойства вьюшек, он позволяет анимировать вообще все, что угодно. То есть это очень простая вещь, которая задает начальное значение и конечное, и он просто анимирует от начального значения к конечному. Собственно, остальные все свойства не меняются. Это длительность, анимация, интерполятор и так далее. Но поскольку он не связан с аюшками, тут есть такой момент, что обычно нужно вручную проставлять изменения свойств. Во-вторых, у аниматора, кроме такого простого API, есть преимущество, что у него много калбеков, начиная со старта анимации, изменения прогресса, окончания анимации и так далее. Соответственно, можно повесить разные действия на выполнение анимации. И, ко всему прочему, у него достаточно много методов управления. То есть можно проверить, выполняется ли анимация в данный момент, можно ее отменить, завершить и так далее. Что это достаточно удобно, когда вы, например, вы по какому-то нажатию поиска выполняете анимацию, но поискель иногда любит такие действия делать, когда нажимают на кнопку 5 раз подряд, и вам нужно что-то делать с вашей анимацией. То ли заканчивать ее сразу, то ли начинать заново, то ли продолжать выполнение. И с аниматором все это очень удобно. Ну и по аналогии есть такая штука, как аниматор-сет, которая позволяет объединять несколько аниматоров в один. Очень интересная и важная вещь, которую напрямую не так часто используют, это интерполятор. Интерполятор — это, по сути, функция зависимости значения анимации от времени. На вход этой функции подается число от нуля до единицы, которое отражает процент пройденного времени. И вы должны вернуть какое-то число, которое будет отражать процент значения анимации для этого времени. То есть здесь можно бы сказать, что тоже вернуть число от нуля до единицы, но это не совсем так. Вы можете возвращать число из большего диапазона, если вам нужно, например, когда анимация у вас выполняется не до конечной точки, а проходит конечную точку, возвращается, и с затуханием, как баунс-интерполятор. Есть стандартная реализация этого интерполятора. Ну, например, линейная интерполятор — это просто линейная зависимость, акселерейт — это x квадрат, квадратичная функция, акселерейт и слерейт — это уже косинус и так далее. Из клевых штук — это паф-интерполятор, который позволяет анимировать по заданному пафу. Это, опять-таки, позволяет очень красиво, допустим, перемещать вьюхи не линейно, там по вертикали, по горизонтали, а по какой-то кривой. Ну и, соответственно, можно писать свой кастом-интерполятор, но такие люди встречаются редко, слава богу. Вообще, эти интерполяторы обычно нужны для дизайнеров, которые указывают время, с которым выполняются… ну, то есть указывают какие-то функции, с которыми должна выполняться анимация. Но некоторые принципы вы сами можете учитывать. Например, как было сказано, пример в начале, когда у вас вьюшка анимируется снизу вверх или сверху вниз, вы должны указывать, соответственно, либо accelerate-интерполятор, либо decelerate-интерполятор, то есть, чтобы скорость вьюшки изменялась не линейно, а в соответствии с физическими законами. Но вообще, обычно дизайнеры должны говорить такие вещи и указывать интерполятор, с которым выполняются анимации. Еще одна интересная вещь, про которую мало кто знает, это evaluатор. Преимущество аниматора заключается в том, что он может анимировать вообще все, что угодно. То есть, есть стандартная реализация, которая позволяет анимировать там флоу, тейнты и другие вещи, но вы также можете написать анимацию, не знаю, по людям или по цвету. И тоже достаточно простая функция, которая принимает начальное значение и конечное, и процент пройденной анимации. И вы, соответственно, должны вернуть, какое значение соответствует к такому проценту. Но напрямую его использовать сложно придумать хорошие примеры, когда он бы пригодился. Но знать про него полезно. Я сразу извиняюсь за боль в глазах. Но есть очень интересная задача про анимацию цвета, когда вы, например, изменяете цвет фона при свайпе пейджера или еще что-нибудь такое. Если решать ее напрямую, то у вас будут очень хорошие проблемы вот примерно такого типа. То есть понятно, что цвет — это интовое значение. Вы могли бы взять эти цвета в RGB и анимировать, соответственно, по интову. И просто менять background, ну, менять цвет при апдейте анимации. Но это ведет к таким страшным последствиям. Есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, на API 21 Plus есть такая штука, как Value Animaor of RGB, которая позволяет уже нормально анимировать цвета. Но если использовать более низкие версии Android, то можно использовать модель HCV. Модель HCV — это альтернативная модель цвета, которая считается более близкой к человеческому восприятию. То есть RGB — это достаточно сложная штука для простого человека. То есть я, например, не знаю, как задать желтый цвет в формате RGB. Ну, вот сейчас сходу не могу придумать. Когда у вас есть HCV, вы указываете тон цвета, указываете, насколько он насыщенный, и указываете его значение или яркость. И такая модель намного ближе к человеческому восприятию. И, кроме того, представление этого этой модели в виде цилиндра позволяет выполнять красивые линейные переходы по, соответственно, между этими цветами. И можно сделать уже что-то такое. Тут есть небольшое количество кода, которое требуется для конвертации RGB в HCV, но эта анимация выполняется уже очень красиво и приятно для человеческого узора. Но это просто одна интересная сдача, которую хотелось рассказать. По крайней мере, мне она встречалась в проектах уже два раза. Еще одна клевая штука это ViewPropertyAnimator. Начиная опять-таки с Android 3.0 у класса View появился метод Animate, который возвращает объект ViewPropertyAnimator. Он по сути является некоторой модификацией или заменой обычным анимейшн и позволяет анимировать свойства ViewShack со всеми такими же методами, как в обычном аниматоре. И вообще он работает по сути поверх обычного аниматора. Что здесь? Окей. Он использует аниматор внутри себя и у него есть очень хорошее преимущество то, что когда вы анимируете много свойств одной ViewShack, у вас будет много циклов перерисовки, если вы используете обычный аниматор. ViewPropertyAnimator позволяет синхронизировать изменения всех свойств с одним циклом перерисовки. То есть все свойства будут применены вместе в соответствии с циклом перерисовки. Это позволяет в некотором роде оптимизировать анимацию. И что очень приятно, у него очень-очень удобная API, которая позволяет буквально в одну строчку, то есть не просто написать, допустим, SetVisabilityGun, а анимировать по альфе от нуля до единицы за 200 миллисекунд. Буквально в одну строчку это будет выглядеть намного красивее для пользователя, чем если вы просто скроете какую-то вьюшку. Но у аниматора есть небольшое преимущество, то что у него чуть больше метод для управления, то есть у вьюпроперс аниматора, например, нет метода закончить анимацию сейчас. У аниматора это есть. Иногда это бывает необходимо. Но если сравнивать аниматор с анимейшн, то здесь все понятно, уже было сказано, что анимейшн использовать не надо, нужно использовать аниматор. Но это была такая базовая, базовое введение и основные инструменты, которые вообще существуют в андроиде для реализации анимаций. Но андроид развивается и появляются намного более интересные штуки, которые позволяют реализовать более красивые анимации. Также в андроид 3.0 появилась такая штука как layout transition. Это очень интересная вещь, которая позволяет буквально в одну строчку сильно улучшить юзер-экспириенс вашего приложения. То есть когда вы можете прописать у любого вью-группы animate layout changes и поставить флаг в true, и тогда когда будут происходить изменения внутри этого контейнера, то есть изменения размера каких-то вьюшек, добавления, новых удалений, он будет не просто мгновенно перерисовывать себя, но изменять эти свойства с красивой анимацией, как, например, на гифке справа. Аналогией этой штуки является просто метод set layout transition, которым передается объект layout transition. Он позволяет по дефолту анимировать появление, удаление и изменение какой-то, ну, соответственно, вьюшек внутри контейнера, и вы также можете кастомизировать этот layout transition, задать свой аниматор для каждого действия. Но в целом обычно хватает и стандартных аниматоров Android. Стандартная реализация этого layout transition. Более крутая штука, которая появилась в Android 4.4 в Киткате, это transition manager и, соответственно, transition. Принцип у него примерно такой же. вы перед тем, как изменить какой-то объект или добавить новый объект в какой-то контейнер, вы задаете ему некоторый transition с помощью вызова метода transition manager begin delay transition. И теперь, когда вы в следующей строчке кода измените какое-то свойство, ну, измените вьюшки внутри контейнера, то есть размеры добавить или удалить, то у вас эта штука будет вызвана с анимацией. То есть вы не пишете вручную там какие-то аниматоры, вы задаете transition и просто меняете свойства. И Android сам позаботится о том, чтобы изменить эти свойства с анимацией. Это очень удобно в том плане, то, что это очень мощная штука и в то же время она делается опять-таки просто весьма. Работает это примерно по такому принципу. У вас есть некоторый начальный layout, есть конечный layout и есть transition, с помощью которого выполняется переход от начального к конечному. Transition менеджер берет всю магию на себя и с красивой анимацией выполняет переход от начального состояния к конечному. есть хороший бэкпорт от Андрея Куликова который работает на всех четверках и после этого через год по-моему где-то после его бэкпорта выкатили в support library Андрей написал статью на Medium почему support library хуже чем его бэкпорт но действительно так в принципе там он менее функциональный и у него больше проблем даже написал не одну статью по-моему так что этот бэкпорт по сути позволяет использовать транзишны на любой версии Андроида с 4.0 это были анимации которые появились до материал дизайна а с материал дизайном все стало еще интереснее в Android 5.0 и Лолипопе появилось три основных интересных эффекта это ripple effect shared element transition и circular reveal и сейчас посмотрим что каждый значит и как реализовывать ripple effect это очень очень клевая штука которая позволяет показывать реакцию на действия пользователя в частности на нажатие то есть такая красивая волна и самое главное то что она реализуется буквально в три строки и поэтому когда ты видишь приложение где это не сделано где ты нажимаешь на кнопку а ничего не происходит хочется убивать как это делается вы задаете обычный drawable то есть если у вас поддержка меньше 21 а у всех поддержка меньше 21 вы задаете две папочки в drawable version 21 и обычный drawable в drawable version 21 вы кладете ripple effect с двумя цветами то есть у вас есть фоновый цвет и есть цвет вот этого ripple или волны если у вас для меньше 21 для версии меньше 21 вы задаете селектор то есть это более такая простая штука которая соответственно в обычном состоянии имеет один цвет и по нажатию другой цвет и просто задаете бэкграунд у какой-то вьюшки вьюшки типа кнопочек cardview и других поддерживают это ripple effect из коробки но если у вас другие варианты то есть вы используете обычный вьюгрупп то лучше делать что-то такое еще один клевый эффект это шарит элемент transition который позволяет анимировать переход между активами или фрагментами с использованием какого-то общего элемента это очень-очень важная штука про которую я тоже говорил в начале то что нужно выполнять показ переходов между экранами когда у вас есть какой-то общий элемент на двух экранах и то есть допустим понажать на этот элемент у вас открывается новый экран обязательно используйте такой transition который позволяет пользователю понять как связаны эти два экрана между собой он работает на activity фрагментах и нет никакого бэкпорта собственно для всех таких плевых анимаций которые появились в 21 plus они нет нормальных бэкпортов потому что в виртуальной машине ART появился новый UI thread который рендерит все такие штуки а в Dalvik его нет поэтому по-нормальному все это не бэкпортнешь это будет жестко тормозить вообще такая штука работает через некоторый хак у вас когда сдается элемент который будет общим для двух activity например у вас новая activity создается с небольшим размером рядом с этим элементом то есть кладется поверх этого элемента и после этого новая activity уже расширяется полный экран очень красивая штука это circular wheel которая позволяет выполнять такую круговую анимацию как показано справа она тоже очень простая вы задаете юшку которая должна будет анимироваться задаете ее центр и от какого радиуса в каком она изменяется для некоторых штук это очень очень клево и полезно такую анимацию в принципе можно сейчас уже встретить достаточно часто к сожалению опять у нее нет нормального бэкпорта есть бэкпорт который выполняет не круговую анимацию а прямоугольную но он не очень хорошо выглядит иногда иногда тормозит и лично я бы не стал его использовать окей это были анимации в android 5.0 но на гугл айо представили еще такую интересную тему как physics based animation то есть анимации основанной на физических принципах в документации они показывают красивые картинки то есть если мы например меняем цель анимации и с помощью стандартных аниматоров у нас будет с помощью стандартных аниматоров у нас будет линейное изменение то есть у нас резко скорость оборвется и пойдет новое направление когда у нас анимация основана на физических принципах у нас будет такой некоторый разворот и переход в конечную цель с изменением скорости лучше всего это показывает графики когда у вас меняется цель у вас скорость резкой переходят другие направления и это выглядит странно соответственно когда у вас physics based animation это изменение скорости выполняется нелинейно и то есть не обрывается и это красиво достаточно в этом physics based animation это новая по сути support library которая содержит две ключевые анимации это spring animation и link animation spring animation это анимация не весны это анимация пружины которая позволяет делать штуки типа как как возвращается пружина у нас происходит некоторое движение и и типа это более естественно выглядит для пользователя и поэтому стоит использовать ее когда вы что-то перемещаете создается она очень просто создается объект spring animation на которой которая передается вьюха объект то есть вернее цель которую мы анимируем и продолжительность анимации и после этого запускается собственно анимация у нее есть два свойства это демпинг рейшио и стивнес демпинг рейшио эта штука которая показывает как долго будет выполняться дрожание пружины а стив нас соответственно как как быстро переместиться вьюха к этой пружине то есть чем быстрее по сути будет затухание ну и собственно эти свойства задаются достаточно просто задается сила пружины у нее задаются эти два свойства и можно есть некая сэмпл который позволяет просто поиграть с этими двумя параметрами посмотреть как будет выполняться анимация в целом нельзя сказать что это прям такая крутая штука но есть дизайнер увидел где-то такую анимацию захотел в приложение то в принципе отказать можно ему не отказывать она сделана опять-таки супа флайбари но еще до этого она появилась у фейсбука библиотеки rebound и многие использовали эту реализацию еще одна интересная штука это флинг анимэйшн суть ее заключается в том что мы не просто выполняем переход от одного состояния к другому с помощью просто такого скролла а такой с затуханием скорости опять-таки по и и в случае флинг анимэйшн в случае сплинг анимэйшн это кажется немного такими странными преимуществами которых которые так вроде все делали но почему-то все в восторге от этих штук задается примерно таким же образом свойства и вьюшка и несколько свойств это скорость изменения диапазона то есть от какого значения к конечному и насколько быстро скорость затухает концу объект фикшн ну и собственно на этом здесь все очень-очень интересная штука это библиотека лотти которую разработали в airbnb которая позволяет делать вот примерно такие анимации это реально очень клевая вещь потому что если к вам придут скажут сделать такие анимации не совсем понятно как можно реализовать но если не используя там не знаю какую-нибудь OpenGL и самому все это рисовать она хорошо подходит для всяких анбордингов и ну каких-то финальных экранов но к сожалению все не так уж прям безоблачно она работает поверх вернее с помощью Adobe After Effects это штука для создания анимаций что интересно ее реализовали исключительно с помощью средств андроида то есть на дровейблах канвасах я там анимейт эффектор дровейбл но без всяких нативных библиотек это действительно очень интересно что ребята смогли сделать такую штуку чисто средствами андроида она очень проста сдается буквально одна image view и у которой просто прописывается поле где указывается джейсончик с описанием анимации то есть анимация созданного Adobe After Effects конвертируется в джейсон и этот джейсон кладется в проект который задает и потом задается image view хорошо подходит для всяких анбордингов но есть все-таки с ней проблемы неудивительно что такие сложные сложные анимации могут тормозить если там есть много всяких точек то эта анимация будет подтормаживать даже если она всего одна если несколько этих вьюшек как например в анбординге то все становится тяжко она будет тормозить даже на хороших девайсах и что очень интересно сама по себе она маленькая там 1300 метров по-моему но у нее подключен почти весь саппорт и тянет за собой все саппорт либо по сути с 19000 метров то есть если у вас все эти саппорт либо в проекте есть то это еще как бы окей а если у вас такого ничего нет то это существенная проблема потому что это огромный прирост кресок положения и собственно количество метков и в заключение еще несколько важных вещей которые не нашлось места в отдельном разделе но о них стоит сказать во-первых время анимации в принципе не должно быть константным оно должно зависеть от проходимого расстояния или насколько эта анимация действительно должна быть долгой если у вас например на телефоне стандартное время анимации где-то 300 миллисекунд ну это долгая анимация то на часах она должна быть в более меньше то есть 150 миллисекунд просто потому что на расстоянии на часах на телефоне сильно отличается аналогично про планшеты и в целом просто нужно определять например что максимальное расстояние если расстояние максимально то мы выполняем анимацию 300 миллисекунд если оно там меньше то мы просто делим ну соответственно высчитываем нужное время динамически такая полезная вещь которые наверное многие пользуются это айтом аниматор ресайклер ю который позволяет красиво анимировать изменения конкретных элементов в ресайклер ю то есть все там знают что нужно использовать на тифа айтем инсорт и на тифа айтем римов ты так далее вместо на тифа айтем естественно это позволяет анимировать конкретные вьюхолдеры по дефолту у нас установлен дефолт айтем аниматор который реализует достаточно красивые анимации и также его можно хорошо кастомизировать с помощью соответственно сайт атом аниматор и перепределяете все нужные методы например следующим образом преимущество заключается в том что вам не нужно писать анимации для связи между этими для связи между конкретными элементами в ресайклер ю вы пишете анимацию только для конкретных ситуаций то есть как удалять элемент как добавлять его и так далее а ресайклер ю сам сам все сделает за вас но это очень все красиво но есть существенная проблема когда вы захотите повесить listener или что-то сделать когда у вас анимация заканчивается в ресайкл ю внутри айтем аниматора в ресайкл ю есть парочка интересных методов во-первых метод из ранен который позволяет проверить выполняется ли анимация в данный момент но кроме того этот метод как бы нарушает принцип синглоризм сабилити и он не только возвращает результат работы анимации но и может добавить колбек на завершение анимации и после этого есть метод dispatch animation finished который вызывается из разных колбеков и вызывается тогда когда анимации заканчиваются казалось бы все хорошо можно с помощью метод из ранен добавить свой слушатель на анимации и получить уведомление когда анимации закончится но есть такая очень интересная проблема оказывается что изменение элементов ресайкл ю может быть выполнена без анимации даже если у вас задан аниматор происходит это в таких ситуациях когда у вас анимируются те ну то есть изменяются те элементы которые не видны на экране если у вас никакой элемент не виден на экране то вы просто анимация не будет выполнена и вы не получите никаких колбеков как это может быть например сделано например у вас есть какой-то мульти селек вы выделяете список с мульти селеком вы выделяете элемент идете там вверх до конца скролите выделяете там парочку элементов раскроливаете вниз у вас внизу не выделен ни один элемент и нажимаете удалить у вас там сверху элементы удаляются и допустим вы хотите на конец анимации повесить какое-то действие и эта штука просто не сработает потому что не будет вызвана анимации не будет вызвана колбеков если вы хотите это проверять то вам нужно использовать layout менеджер чтобы проверить видны ли удаляемые элементы на экране или будут ли изменяемые элементы вернее будут ли элементы которые видны на экране изменяться про это не нужно забывать и еще совсем чуть-чуть полезности полезных вещей такая есть частая проблема что ваша анимация нормально не работает просто потому что создание вьюшки выполняется долго это особенно важно в случае допустим с актив с какими так с транзишном между activity когда выполняете транзишен между активе с помощью картинки у вас в новой activity картинка могла просто не не прогрузиться из-за этого анимация будет выглядеть очень очень странно и поэтому нужно учитывать и не теряться когда ваша анимация не отображается а просто оптимизировать какой-нибудь инфлейт или создание картинок когда вы соответственно отлаживать анимации разрабатывать их или ищите в них баги то просто увеличить анима продолжительность анимации это ну реально сделает вашу работу намного удобнее и вы сможете также проверить нет ли никаких проблем с тем что анимация выполняется дольше а вот к аниматор про который мы говорили у него есть такая проблема то что он не связан никак с юшками это означает то что он может приводить по сути к моим реликам если вы держите ссылку на какой-то view в этом аниматоре и если у вас этот аниматор например бесконечный то он будет держать ссылку на view бесконечно и соответственно может привести к моему реку для этого можно завершать анимацию в методе он пауз потому что метод он пауз вызывает например когда экран залочен или активе скрынулась и пользователь все равно уже не увидит то что вы завершили анимацию и просто в он паузе вы можете завершать все анимации с помощью аниматор собственно совет использовать анимации используйте их тогда когда вы хотите показать какое-то действие изменения между экранами изменения на одном экране повторюсь про пример то что не нужно просто менять там visibility gun напишите с view property аниматором анимацию одну строчку пользу ли вам будут благодарны ну и собственно не используйте анимации просто так когда надо и когда не надо будьте всегда всегда будьте уверены то что анимация в данной ситуации нужна и пользу будет приятно на нее смотреть она никак не помешает его работе ну и собственно здесь ссылочка на документ в котором есть все перечтение всего что есть презентации и ссылки на какие-то статьи или материалы скажем 10 секундная пауза но если что я эту ссылку еще скинули хорошо тоже раз два три четыре пять и спасибо всем за внимание сейчас я верну свое лицо возможно так у нас есть еще время в зуме у нас есть еще много времени в зуме и у нас есть некоторое время на вопросы ты можешь включить тогда этот свой скрин вернее чтобы я мог тоже видеть воды и сейчас окажется там два человека привет окей вопросы все было понятно или не понятно нет там было не так уж сложно так что я думаю понадеюсь все таки что там вроде какой то вопрос в конце нет я буду благодарен если лёша повторит как часто тебе в своем проекте приходится использовать анимацию ну по сути в каждой крупной фича которая затрагивает UI так что ну как каждый день я конечно не могу сказать потому что проект старый тут намного больше бакфиксов чем фичей но в каждой новой фичей мы конечно всегда добавляем анимации можно сказать что раз в две недели я стабильно там трачу день скажем так в среднем да что то такое но я думаю в новых проектах это вернее в новых проектах это статистика чуть лучше тут есть такой момент то что в каком-нибудь аутсорсе потратить время на анимации вам не всегда дадут потому что скажут нам нужен работающий функционал а фикс этим то что там что-то хуже работает в этом плане продукции обычно получше ситуация такие варианты ты говорил что на планшете на телефоне на часах разное время надо ставить понятно да почему ты не думал о том что работать первым на скорости в каком-то виде а не времени ну то есть ты сказал просто меня числа там как-то именно ну думать про скорость а не про время в таких ситуациях ну по сути скорость ты задаешь временем в данной ситуации в обычных аниматорах да я имею ввиду что ты сказал про то что планшет там просто меняем время да да можно но здесь это как с точки зрения реализации это время а с точки зрения логики скорость должна просто быть быстрее можно повторить пожалуйста скорость просто считается в сантиметрах в секунду в пикселях проходимых пиксель в секунду это очень сильно конечно нет обычно вы оперируете там начальной точкой конечной точкой и у вас есть соответственно расстояние в пикселях между этими точками вы берете допустим стандартное время там 200 или 300 миллисекунд и умножаете на какой-то там ну или соответственно делите на процент который нужно пройти скажем так окей еще вопросы нет больше вопросов спасибо большое спасибо вам давай рад вас слышать давай до связи спасибо Продолжение следует...